Хо-хо-хо-хо-хо! Мерри Хрисмесс! Хо-хо-хо-хо-хо! Итак, дорогие друзья, топ рождественских эпизодов наших любимых сериалов. Погнали! И под номером один у нас общепринятая классика ситкома в сериал... И десятая серия седьмого сезона, которая рассказывает нам, как Рос хотел познакомить своего сынишку Бена с еврейским праздником Ханукой. Но так как его бывшая жена познакомила Бена с Рождеством раньше, то знакомство с Ханукой идет коту под хвост, и приходится в ускоренном темпе возвращаться к празднованию того самого Рождества. Но вот незадача, все костюмы Санты уже раскупили, и это могло бы стать проблемой, но не для нашего бравого папаши, который пойдет на все, чтобы порадовать своего сына. Я праздничный броненосец! Я друг Санты! А мы едем дальше, и под номером два у нас... Как я встретил вашу маму... И серия, как Лили стала... Гринчем. И украла у Теда и Маршала новогодние плюшки. Но сделано это не просто так, а из-за Теда. А если быть точнее, то когда Лили с Маршалом ненадолго расставались, то Тед, утешая друга, назвал Лили... Гринч. Но я сказал не Гринч. Я сказал одно плохое слово, которое очень созвучно со словом Гринч. Так, шутка англоязычная, поэтому без перевода я вам намекну. Вот блинский. И блинский я тоже не говорю. Само собой, Лили это обижает. А вот как с этим справится Тед, вы увидите во втором сезоне 11 серии. А мы продолжаем, и на очереди еще один ситком. Меня зовут Эрл. Вспомним 10 серию первого сезона, где Эрл занимается очередным пунктом из списка, а именно хочет загладить вину перед Джойс за все испорченные праздники. А это для чего? Для чего угодно, детка. Что мне с этим делать? Жевать. Вкус приятный. О боже. О боже. Это же мои ключи. Ну да, я нашел их. Сделать же он это хочет, выиграв для нее машину. А так как Эрл это Эрл, то он сразу же выбывает. Давай. Давай. Вы выбываете? Нет, 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 нет. Я только руку пожать, я не хотел. Но благо в игре остаются Рэнди и Каталина. У Эрлика же неприятности не заканчиваются, и на его голову сваливаются родители Джойс, которым она не сказала, что они в разводе, а ее парень теперь темнокожий. И само собой, Джой, тыкая в нос Эрлу испорченными праздниками, вынуждает его притвориться ее женой. Эрл не может отказать, а что случилось дальше, вы увидите в эпизоде. А мы передвигаемся от ситкомов к чему-то не менее веселому. Номер 4. И... Отбросы. Для начала хотелось бы заметить, что рождественский эпизод примечателен тем, что это последний эпизод, не считая мини-серии, где появился Нейтан. В самой же серии нам показывают, что общественные работы закончены, но жизнь ребят продолжается. Саймон с Алишей живут вместе, Келли подрабатывает дворником, Нейтан промоутером, а Кертис же работает в паре. Нейтан на Рождество не остается один, и знакомится с беременной девушкой Марни, с которой у них закручивается романчик. И все бы, конечно, и хорошо, но в городе появляется парень, который покупает способности. И ребята, дабы подзаработать, и скинуть с плеч груз сил, решают их продать. Но делают они это очень не вовремя, так как в городе появляется лжеисус, который начинает обчищать людей. Само собой, ребята не могут остаться в стороне. Но как дать отпор, если сил у тебя нету? Вы узнаете ответ в 7 серии 2 сезона. А у нас номер 5. Стрела. В 9 серии 2 сезона мы видим, что Оли после сражения с Айрусом в мяко говоря не очень хорошем состоянии, и Фелисити идет на рискованный шаг. Она вызывает на помощь тогда еще не бегуна, Алина. Кстати, в этой серии Барри узнает, кто такой Оливер. Я не доверяю первому встречному. Я никому не скажу. Будущий флэш, конечно, спасает стрелу, но как побочный эффект, у Оли начинаются галлюцинации, в которых он поочередно видит 3 призрака. Шадо, Слейда и Томми, которые наставляют Зеленого на путь истинный. Ну и, конечно же... Ну и раз уж мы все равно на Седаби, то сразу заглянем к Олому-бегуну. Номер 6. Меня зовут Флэш. На дворе Рождество. Барри милуется со своей второй половинкой. С лучшей второй половинкой. Джо узнает, что у него есть сын, а идиллию нарушает погодный волшебник, который освобождает из тюрьмы Айронхайт, Стрикстера и Капитана Холода. Само собой, злодеи объединяются, чтобы убить бегуна. Но так как Кэп, злодей, имеющий свой кодекс чести, то он предупреждает Барри о надвигающейся буре. И как ЛС Питстер поступит с информацией, вы узнаете в эпизоде. Мы передвигаемся от Флэш-семьи к двум братьям, расположившимся на седьмом месте. Жизнь Дина подходит к концу, а это значит, что это его последний шанс отпраздновать Рождество. Но смерть смертью, праздники праздниками, а монстры ждать не будут. А если быть точнее, то монстр. Да монстр не простой, а праздничный. А вернее будет сказать антипраздничный. И нет, это не Грич, а Крампус. Злая версия Санты, разрывающая людей на части и вытягивающих в дымоход. Но вот из-за кого это происходит? Вы вместе с винчестерами узнаете в восьмой серии третьего сезона. А мы же выходим на финишную прямую. Восьмое место и... Доктор Кто? Эми и Рори во время Медо вместе летят на космическом корабле. Но этот корабль терпит крушение. До крушения на незнакомую им планету. Планетой эту управляет один человек. Казран. Способный помочь кораблю спокойно приземлиться. Но если в сверхъестественном монстры это монстры, а люди это люди, то тут у нас монстр это человек. В вашем облачном поясе на борту корабля застряли 4003 человека. Без вашей помощи они погибнут. Да. Этого нельзя допустить. Я знаю, но собираюсь. Прощайте. Ему плевать, как на жителей планеты, так и на экипаж корабля. А самое главное для него это... Выгода. Доктор, само собой, никаких смертей допустить не может. И отправляется в прошлое, чтобы узнать, что стало причиной такой жестокости и черствости Казрана. А узнать, что же это было за причина, и при чем тут летающие в тумане рыбы, вы сможете в 14-й, ну или нулевой серии, пятого сезона Доктора Кто. Вообще, в сериале куча рождественских эпизодов, и у каждого будет любимый свой. Я же выбрал этот, потому что он самый, на мой взгляд, трогательный и эмоциональный. Но не будем расслабляться, и напоследок у нас два сериала для настоящих холдфагов. Номер 9. Секретные материалы. Ну что? Признавайтесь, кто помнит сверхъестественного образца 1.0? Секретные материалы. Шестой сезон. Шестая серия. Где Малдор предлагает осмотреть Скали, дом с привидениями. Вообще, экскурсия поначалу идет вполне шаблонно и стандартно. То дверь откроется и закроется, то полы, где надо, скрипнут, то свет начнет шалить. Но это только поначалу. Все меняется, когда Малдор и Скали находят два трупа. Более того, это оказываются их трупы. Скали? Что? Заинтересовало? Тогда бегом смотреть серию. А у нас финиш. Не каждое Рождество должно быть радостным и веселым. Порой оно может быть жутким и страшным. Номер 10. Серия поведает нам о девушке, которая ради денег убила своего мужа. Не успевает еще тело мужа остыть, как на дом нападает маньяк с топором, сбежавший из лечебницы. Но девушка должна защитить не только себя, но и свою дочь, которая сыграет в истории не последнюю роль. Снег, Рождество, смерть и черный юмор. Вот что ждет вас во второй серии первого сезона сериала. Дорогие друзья, а наш топ подошел к концу. И я знаю, что кто-то из вас может не согласиться с выбранными мной эпизодами. Поэтому пишите в комментариях ваши любимые рождественские эпизоды сериалов. И в следующем году, под Новый год, я уже отталкиваюсь от ваших комментариев, составлю новый рождественский топ. И еще секундочку. Как же в Новый год обойтись без подарка? И как подарок, я хочу вас познакомить с приложением Торэмп. Не путать с другим, схожим по названию приложением. Торэмп поможет таким же заядлым сериалистам, как и я, следить за выходом новых серий и их любимых сериалов. Также из полезных функций в приложении есть функция отложенного уведомления. То есть, если ваша релиз-группа переводит сериал на день, два, три или неделю позже, то вы можете именно через такое время и поставить уведомления. И да, дорогие друзья, это реклама. И нет, дорогие друзья, это не реклама. Так как за нее я ничего не получу. Так что это скорее даже просто мой дружеский совет для вас. Само собой, ссылочка в описании. Ну и напоследок, в новом году я вам желаю только счастья, любви, богатства, удачи. Годных фильмов, мультов и сериалов. И всего этого вдвойне. А с вами был Кин. Всем большое спасибо за просмотр. И если вам понравился этот топ, то попрошу подарить мне на Новый год ваш лайк и подписку на канал. Также можете заглянуть в мою группу ВК и Инстаграм. А я же вам желаю только интересных сюжетов. И с Новым годом! Субтитры создавал DimaTorzok